Учим собаку ставить лапы на возвышенность, угощаем, угощаем, видим, не понимает, что мы от него хотим, морду кладет, можно самим встать за ящик с другой стороны, вот с этой стороны, вот встал, хорошо, кормим, гладим, хорошо, спускаем его с ящика и также повторяем, чем больше повторений, тем быстрее будет соображать и ставить лапы на ящик. Берем еще еду, бежим к ящику и не кладем еду, а держим в руке, отлично, угощаем, угощаем, не успели, он делал то, что нам нужно, а вы не поощрили. Не надо класть на ящик, угощаем сейчас внизу на полу, чтобы он спустился, снова наводим рукой над ящиком, он ставит лапы, вы ему даете, пускай запрыгнул, даем ему еду на ящике, не успеваете дать еду. Даем, 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 он же лапы поставил на ящик, теперь спускаем его на пол и тоже даем. И когда ставит лапы на ящик, можно произносить слово, допустим, лапки, когда запрыгивает полностью на ящик, можно говорить вперед. Здесь вы вправе сделать так, чтобы собака запрыгнула полностью, либо поставила лапы, здесь нужно правильно учиться работать рукой. На ящик ложить уже не нужно, он и так у нас ставит лапы. Здесь можно взять, отдалиться от ящика и к ящику как бы немного подбежать. Вот здесь работаете, почему туда-то ушли? Вот здесь, отдалились от ящика с собакой на плотном наведении и к ящику с плотным наведением, как бы подбежали, и он лапы вам поставит. С эмоциями это надо все делать. Скорей, скорее, 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 да, но здесь он запрыгнул. Лапки говорим, когда он будет ставить лапки, вот это я предлагаю называть вперед, потому что он запрыгивает полностью. Давайте поучим его ставить лапки, а не запрыгивать. Рукой, рукой работаем. Рукой с эмоциями. Скорее, малыш, супер малыш, даем, да. Вниз его отпустили, там не даем, снова над ящиком рука. Да, даем.